Ледяные глыбы нависли над окном. По словам жительницы дома 12 по улице Судырь на Галины Дмитриевны, такие прелести зимы на крыше ежегодная беда. Два года назад налить коммунальщики еще как-то счищали, правда при этом ломая крышу. А в этом году вообще бросили это неблагодарное дело. Галина Дмитриевна с трудом передвигается и на улицу не выходит. Здоровье уже не то. Поэтому навещать коммунальщиков, которые кстати находятся в соседнем здании, попросту не может. Все общение с Дуком сводится к череде телефонных звонков. То, что ледяные глыбы рано или поздно сойдут сами понятно. Для коммунальщиков меньше работы. Вот только не слетела бы за одной и кровля. Об этом больше всего переживает Галина Дмитриевна. Там такая глыба висит. Если эта глыба слетит, то она может слететь вместе с железной крышей. То есть вместе прямо вот с этой вот крышей. Прямо вот это все так и сползет. И крыша просто останется голой. Вот и все. В Дуке Сормовского района символичным названием «Управдом» такого внимания к ледяной угрозе никак не ожидали. Подумаешь налить, кого в марте этим удивишь. Правда, с лозунгом компании сделать каждый дом благоустроенный, двор чистым, любую проблему решаемый, это как-то не вяжется. Но представитель руководства Дука все-таки дал обещание. Необходимо сосульки обязательно в порядке снимать. И на большие дома в первую очередь заказываем. Но эти тоже не обходим. Поэтому я говорю, мы сегодня, завтра верхолазно снимаем с другого участка и убираем эту сосульку. Ну это вы обещаете как начальник участка? Да, обещаю. Не разойдутся ли слова с делом, станет известно уже скоро. В противном случае к решению нависшей проблемы местным жителям придется подключать административно-технический надзор и прокуратуру. Сергей Щеплягин, Руслан Абдулин, Объективно, ННТВ.